Как работает гидравлический распределитель? В гидравлическом приводе жидкость, находящаяся под давлением, приводит в движение исполнительные механизмы, например, гидромоторы, гидроцилиндры. Чтобы шток гидроцилиндра начал выдвигаться, нужно направить жидкость от насоса в поршневую полость. Чтобы задвинуть шток, нужно направить жидкость от насоса в противоположную, штоковую полость, и позволить жидкости из поршневой полости свободно вытекать в бак. Получается, что нам нужно изменять пути движения жидкости, направляя её в разные каналы. Сделать это можно разными способами. Каждый раз подключать трубку к нужному каналу очень неудобно, но можно воспользоваться кранами. Установим два шаровых крана, которые будут соединять поршневую полость с насосом либо с баком. Подключим два таких же крана к штоковой полости. Переключая краны, можно заставить шток цилиндра выдвигаться и втягиваться. Одновременно переключать несколько ручек неудобно. Попробуем объединить краны в один элемент. Выполним два фасонных канала в запорно-регулирующем элементе. Теперь в одном положении будет соединяться поршневая полость с насосом, а штоковая с баком. А в другом поршневая полость с баком, а штоковая с насосом. Таким образом мы получили крановый распределитель с поворотным золотником. Использование такого золотника не всегда удобно. Могут возникать трудности с его уплотнением. Кроме того, с помощью поворотного золотника не всегда возможно реализовать более сложные схемы. В гидравлических распределителях чаще применяют цилиндрический золотник с поясками. Золотник может перемещаться в корпусе, перекрывая путь движения жидкости или соединяя между собой различные каналы. В зависимости от положения золотника, жидкость сможет перетекать из канала 1 в канал 2, а путь в канал 3 будет перекрыт. В другом положении жидкость сможет поступать из канала 1 в канал 3, а путь к каналу 2 будет закрыт. Выполним в плите еще несколько каналов и добавим на золотник пояски. Получим распределитель, который, как и в первом примере, позволяет управлять положением штока гидроцилиндра. При подаче жидкости в поршневую полость шток выдвигается, при подаче в штоковую втягивается. Изменив расположение каналов в плите и поясков на золотнике, получаем распределитель, который в нейтральном положении отключает полости цилиндра от насоса и бака, а в двух крайних положениях соединяет одну из полостей с насосом, а другую с баком. В данном случае мы подвели к распределителю четыре линии, напорную P, сливную T и две линии, соединенные с полостями гидроцилиндра A и B. Такой распределитель называют четырехлинейным. У золотника распределителя может быть три положения, значит это трехпозиционный распределитель. В нейтрале линия от насоса соединяется со сливом через канал внутри золотника. Такую схему часто называют 64-й по маркировке распределителей серии VE. Данная схема позволяет разгрузить насос в те моменты, когда привод не движется и не держит нагрузку, а значит сэкономить энергию. При переключении золотник соединит каналы, направляя жидкость в поршневую полость цилиндра. Шток начнет выдвигаться. Чтобы задвинуть шток, нужно перевести золотник в другое положение и направить жидкость в штоковую полость, а поршневую соединить со сливом. Но если в приводе несколько гидроцилиндров и нужно несколько распределителей, 64-я схема не подойдет. Мы будем пытаться управлять одним распределителем, но другой будет отправлять жидкость от насоса на слив, и переместить гидроцилиндр не удастся. В этом случае нужно выбрать распределитель другой схемы. 4-х линейный трехпозиционный распределитель с запертым центром 44-й схемы в нейтральном положении перекрывает напорную, сливную линии, а также каналы, идущие к полостям цилиндров. При перемещении золотника жидкость направляется в поршневую полость, а штоковая полость соединяется со сливом. В противоположном положении каналы соединяются таким образом, что жидкость от насоса поступает в штоковую полость, а поршневая соединяется со сливом. Такую схему удобно использовать, когда в приводе несколько механизмов, и их нужно задействовать независимо друг от друга. При переключении любого из распределителей шток управляемого цилиндра будет перемещаться, так как остальные распределители в нейтральном положении заперты. Распределитель 24-й схемы позволяет реализовать подключение гидроцилиндра по дифференциальной схеме. В нейтральном положении напорная линия насоса соединена с обоими полостями цилиндра. Поршень будет перемещаться за счет разности площадей. Так как эффективная площадь со стороны поршневой полости больше, то шток будет выдвигаться. Жидкость из штоковой полости будет вытесняться в поршневую, иного пути у нее нет. Получается, что в поршневую полость будет поступать не только подача насоса, но и жидкость из штоковой полости, что обеспечит ускоренное перемещение. При уменьшенном усилии этот режим удобно применять для реализации быстрого подвода инструмента. Для осуществления рабочего хода нужно большее усилие, поэтому золотник распределителя нужно переместить, подав жидкость в поршневую полость, а штоковую соединить со сливом. Для отвода инструмента жидкость от насоса подается в штоковую полость, а поршневая соединяется со сливом в бак. Существует множество других схем распределителей. Если хотите узнать о них, напишите в комментариях. Управлять золотником можно вручную или с помощью электромагнитов. Также для управления можно использовать давление газа или жидкости. Причем управление может быть дискретным, в этом случае канал будет либо открыт, либо закрыт, или пропорциональным. При таком способе управления можно регулировать еще и степень открытия канала, а значит и расход через распределитель. Существует множество различных типов распределителей. Гидравлические и пневматические, ручные и электрические, дискретные и пропорциональные, моноблочные и секционные, одно и многокаскадные. Об этих распределителях мы расскажем в других роликах, а ссылки разместим в описании под видео и во всплывающих подсказках. Если ролик был вам полезен, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить другие видео.